здравствуйте здравствуйте сильно нас 26 июня 2015 года канала подготовка программ плохие новости я вячеслав мальцев со мной студии дарба баджанин у нас прямой эфир мы вещаем из саратова вот вопрос мне тут гаврилов андрей задал кто вышел с вами на связь твиттере ким ченн обамка обезьянка рептилоиды или например 1 постул петр если фейсбук то слишком банально значит разводят вас забавно не понял о чем речь ладно ну и я сказал что информацию кинули которую мало кто знает вернее знает по пальцам можно пересчитать сколько людей поэтому я даже не сомневаюсь что это фейсбук а вы что у нас спец пароль и отзыв у нас прежний не все могут в завтрашний день смотреть да они все могут в завтрашний день смотри так давай отчетом вот может быть многие наверно обратили внимание у нас дизайн изменился надо как всегда как как раз в два года надо обои переклеивать даже уже совсем будет некрасиво вот спасибо софи вольную ильнуру который собственно и сделает новый дизайн и редизайн вот совершенно безвоздь бездну то есть дадом вячеслав чиновники могут отрабатывать ущерб стране и за решеткой главное правильно их труд организовать пишет нам олег из приморья за решеткой очень дорого труд организовывать все знают что рабский труд это самый неблагодарный труда в мире поэтому недаром живешь висарион со всей братвой придумали лагеря именно лагеря как вот вариант извлечения прибыли мне кажется не продуктивная какая-то нет ну по крайней мере сами себя будут кормить в этом смысле да от галины пришла материальная помощь и кусок эсэмэски которую мы собственно шифровать не смогли потому смысл потерялся я говорю ну если вы можете в одну эсэмэску смысл сложить а то бывает вот куски какие-то приходит и непонятно почему михаил из сибири пишет достоевский сон смешного человека вот как бы напоминает и основа там ложь основа злодеяния ну да конечно вот но мы как раз говорили там это самое по сути дела он как бы им ложь изобрел до этому будущему ну вот мы говорим что тайна основа злодеяния а ложь она ложь ну в какой форме ну тут же очень сложно различать если человек на сцене лицедействует он что же лжет по сути дела до или сказку рассказывает или анекдот это что же ложь мы же не можем от всей лжи избавиться ну в общем спасибо всем кто прислал и вопросы кто не прислал вопросы на прислал помощь мы все время забываем их поблагодарить и еще раз софи вольную нору благодарны за то что вот помог с нам с дизайном спасибо еще раза так сейчас а ну давай тогда не будем больше никаких вопросов наверно начнем с новости что евгений максимович примаков умер ему был 85 лет вот сейчас многие всякие вопросы задают что бы было если вот так леса дека были да у меня тоже всегда два вопроса вот всегда два вопроса относительно примакова я очень уважаю его двух дней как быть не может и два вопроса у меня первый вопрос вот что был бы сегодня отказался от встречи с ельцином помнишь тогда и у меня это как бы я не присутствовал при этом но был в этом тоже задействие у меня представляешь должна была быть встреча с примаковым вот в эти же дни он отказывается от встречи с ельцином я лечу примакову то ли вот сразу же после этого то ли перед этим я сейчас уже даже числа ты не помню кстати могу вспомнить если так под напрячься и удивительная вещь у меня аудиенция на 10 утра я так успеваю в общем-то приземлиться там шереметьево самолет должен был приземлиться он залетает из саратова и у него гаснет двигатель один он подлетает к москве самолет с толпой народу и принимает решение не сажать шереметьево потому что если там что-то случится будет очень большой кипиш как в том анекдоте когда нужно было первый лист паспорта засовывать себе в задницу по причине того когда прошлый раз навернулся самолет на нашей компании такая была неразбериха так и здесь в общем собственно и сажают бы кого боковой страшный ветер и вот он раскачивает крыльями вот так я вижу то в один иллюминатор в третьем ряду сижу землю то в другой я понимаю что я бы не съел и все я думаю кирдык и тут мы сели но так как вот улетели 4 часа вместо час 20 крутого двигателя один погас плюс значит посадили не знаю где то есть никто за нами не приехал и так далее в общем я не встретил с приваком а тогда у меня было что обсудить очень важный хотел важные слова сказать понимаешь вот у меня два вопроса в жизни что было бы если бы он встретился с что было бы если бы я с ним встретился но я кстати так вот в толпе-то ну не один на один встречался в единственный раз когда должна была быть встреча 1 на 1 как ты думаешь если бы ельцин сделал ставку на примакову чтобы его не знаю ну я бы на как на преемника что ну да да рано или поздно то же самое было потому что делал них в примакове отдела вот в этом механизме преемничество лишь фактически диктаторский приемочка да ну конечно безусловно чуть подольше продержались ночью мне я думаю но потому что примаков должен был преемника выбирать кого бы он выбрал привагу узнать того кого выберет и путин володин только раньше вот и все я абсолютно правда на личности опирается я просто говорю ну с точки зрения логики развития если тебя поставили как преемника они как всенародно избранного то тогда ты всегда будешь не доверять всенародно избранным и постараюсь сделать все чтобы их не было правильно тебя же самого поставили приемник результат был абсолютно тот же самый я думаю вот такого воровства как ныне не было потому что не был в ротенбергов тимченых зубковых ковых это уже это уже путинский как сказать гаджеты с собой примаков какие другие были спецслужбы с воровством тогда бы у нас везде были спецслужбы там заходишь магазин а там спецслужбы продают тебе хлеб но я не знаю но каждый же под себя делает да когда я не знаю как как бы примаков распорядился но то что ты говоришь володин сто процентов вот здесь я вообще не сомневаюсь еще быстрее да конечно быстрее сразу после второго срока то есть не было никаких медведевых нет я думаю что мальцов масонских цветах я не массу цветах я купил просто просто рубашку я уже говорил hugo boss чтобы плохо сделать госдумовцем но она вот в таких цветах со свастиками не было а за свастиками не было так вот тут апосторов пишет что евгений примаков являлся учителем идейный вдохновитель нынешнего режима в россии в общем-то он видишь вторит тебе или ты ему вторишь я вот все-таки сомневаюсь не я не говорю что он вдохновить чего я говорю что что то же самое было я не сказал что он вдохновитель и что он не вдохновительно скорее наоборот он для меня представить неким тормозом ну который быстро не дал разогнаться так нет я уверен что если был примаков россии бы вошла в 21 век какой бы это вход был в это уже другое дело но это не путинский вариант мы такие как пикейные жилеты зачем рассуждаем если бы было бы я думаю что и про него надо лучше поговорить все таки он тут сейчас я заголовок прочитал в новостях умер евгений примаков и дальше идет текст евгений примаков доказал и чё-то там доказал он что-то я думаю чем он чем он доказал тем что умер что то есть надо что-то доказать чтобы умереть да так получается так всегда конечно что доказать что-то надо умереть без этого не получается вот и вот разобраться что же он доказал хотелось бы ну вот как что что тебе он что лично дал в мировоззрении представление о политике мы говорим вот он такой 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 ну ты что-то от него взял ты знаешь вот я всегда глядя на примакову вот на тот кульбит с ельцином я подумал ну я всегда сторонник лобового пути и он выбрал лобовой путь и я вот подумал тогда еще и вот до сих пор думал что может быть не всегда надо в лоб ударять то есть если вот когда ельцина перехитрил и обсуждаем нюансы да да на самом деле предательство совершено было стороны конечно коммунистической партии зюганова потому что это было его президентство это прекрасно понимаешь да конечно и вот когда бы они в девяносто штом году не продали грубо говоря свое же собственное дело все было бы вот я говорю мы бы вот не то что вошли в 21 век как польша со своим откатом в том числе и социалистическим просто влетели бы на белом коне ну да есть в этом смысл что если бы они не то чтобы объединились а и было предложение от примаков коммунистов на него не услышали вообще зюганов сам мало выигрывал у ельцина как вот ну с полет с разлета если в ельцин не вцепился в зубами в эту вещь церемония прощания с примаковым пройдет в колонном зале дома союзов на меня очень часто спрашивают как найти путина вот никак искать не надо в понедельник быть в колодном зале дом союзов и не только путин но мне конечно скажут ну к нему уже не подберешься а это уже другой вопрос как у анекдоте про стратега да это уже тактика руководитель штаба владимира путина в девяносто девятом году сергей пугачёв заявил что это он предложил кандидатуру путина на пост президента да сейчас очень много народов ему предложили встать в очередь до 28 после березов скверизовский конечно то березовский предложил то теперь пугачёв ну кстати пугачёв рассматривает это как вот некий так сказать свой плюс я могу ему сказать что он зря вообще это говорит потом мы ему это припомним когда он потом мы вы возьмем власть он приедет сюда мы спросим ты чё болтал ты путин предложил ты его подтолкнул ты ему помогал ты же у нее там начальником штаба был мы знаем об этом и он что думает за это не придется отвечать придется он думает что кровь и смыл что не смыл поэтому пугачёв есть вариант начать активную борьбу с путиным там за рубежом и таким образом реабилитироваться мы знаем еще березовский писал свое время что путин когда его спросили кем он хочет быть он сказал что хочет быть березовским имею ввиду что хочет быть миллиардером действительно человек который хочет иметь миллиарды не должен быть президентом и он и не альфа он и не может быть президентом вот его все время показывают как и первый единственный но никакой он не первый он и альфа он там где-то 2 с конца такой как огонь или грызлов до зубков все вторые с конца вот это их место 2 с конца нужно же понимать а когда 2 с конца приходит его ставят искусственно первым получается вся конструкция закручивается как собак который пытать свой хвост покусить но они начинают с конца и людей тянуть вот они тянули все конечно людей с конца тоже с конца это как вот на физкультуре в школе да вот так я все прицел шеренгу такую да вот самые маленькие справа до самые большие слева я когда растут все же хотят чем правее ну ты ставим тем ну грубо говоря стоишь правее тем ты круче больше выход да ты красиво сказал вот я представил что путин там до стоял вот в этой же армии когда в колонне строится самый самый плохой место сзади особенно после какого-нибудь поганого обеда с кислой капустой те кто сзади они вообще в ужасе находятся на сайте телеканала звезда появилась публикация публикация событиях в и в ереване под названием ереванский майдан кому выгодно повторение украинского коллапса в украине уже коллапса но не знаю это так рассматривает звезда но и повторить можно то что уже произошло да да конечно так вот их выгнали оттуда с площади этих звездочетов да в общем и вот а ведь и сян какой-то журналисту написал в твиттере что значит их убрали ну надо отдать должное армянам по крайней мере не побили они в общем-то смотрят российские каналы видят какую чушь тут плетут и после этого не дать врыло кому-то это надо там незамедлительно дать этим людям медали за отвагу дали там за личное мужество за личное мужество ну как при так видишь вот эту сволочь который каждый день несет чушь по телевизору проходишь мимо не даешь в морду это же удивительное мужество вообще я бы я бы не смог честно я скажу я такую медаль не смог получить майдан уже поселился в голове с арксиан и прочих конечно вещах все он состоялся он теперь уже вынужден с ним договариваться сначала понять что от своей голове так понимаю что там большинство во первых там нет лидеров но может быть это и хорошо во вторых там большинство не понимают что нужно еще кроме вот снижение цен снижение тарифов поэтому появилась идея наказания тех ментов которые беспредельничали это очень правильно кстати идея даже вот просто в брошенной она уже наводит ужас потому что какую команду дал какой-то их начальник теперь кто виноват они или вот этот начальник начальник кондратья им тоже всем страшно но в общем хорошо это правильно да а кто мы джерри друг другу бомбу пишут да очень хорошо но вот теперь они шествие устроили неповиновение пошли значит по еревану там граждане которых идут по тротуару это вот держа заметил что это формат ну как сказать вот как был авто майдан это форматы майданов дал конец от шествия неповиновения другой формат да это другой фаруф ну тут ситуация какая здесь отдать на должное армянам там вызывает это выскать меньший накал чем в украине как это не парадоксально вроде горца того должен рубаху не скрывать они противостояние лишь мягкое такое водяное фактически так вот они его расширили свои требования требует полицейских наказать и значит 40 я так понимаю еще вчера хотел встретиться но так и не определились с кем встретиться ну потому что понять не с кем встречаться не встречается требование выдвигает и все а вот выберите пять человек да пошли вы на нет когда не выберут этих пятерых вот советами ни в коем случае не выбирать далее не выберут да не смогут потому что это все найдете рых выберут либералов мы даже села майдана в том что у него как раз нет лидера вот в чем его сила и он выдвигает требование который никто не обсуждает это приказ когда уже поймут все правители что требования майдана это приказ и все так расширили да спикер сената польши богдан барусевич прокомментировал заявление кремлевских властей о том что польша станет целью россии случае размещения у себя техники сша новый спикер и естественно он должен чем-то выделиться он сказал буду краток мы давно находимся под прицелом россии и все очень молодец теперь его цитируют собственно вот она и правда чем напугали этого и так под прицелом из них так она всегда была его нет а теперь мы еще и прищурим сюда или как палец положим на спусковой крючок швеция наращивает военный потенциал на фоне опасений по поводу военных учений россии ну представь чем бы заниматься сто одной тысячи поляков тридцати тысячи шведов если бы не готовится к войне с россией вот ну 30 тысяч шведов вы просто от безделия бы вспухли а теперь они будут защищать готланд ну те кто был на год ландель проплывал мимо имеется представление хотя бы смотрели фильма жертвоприношения до имеет представление что такое год ланда ну вот будут защищать я правда не знаю насколько путину нужен этот год ланд внешний год ланд сейчас рассматривается приблизительно так как вот как будто шведский король карл ведет против петра войну то есть вот тот кто обладает год ландом он там обладает всей балтий кунтов крепость построена муфе из пеширом обладать из пушек пулять и пулять ну что за бред такой ну что там можно на этом году кусок земли также можно пригнать авианосец поставить будет вот такой кусок тук тук железный только более как искать роботизированный да ну странно все это вот подход совершенно дикий конечно какой то значит даже не двадцатого века какой-то того туда исходит куда-то в те времена не туда все нато путина туда завести их и пусть они бьются пока последний не останется ангел меркель заявила что обе стороны конфликта на украине нарушает перемирие да ну сказал сказал что сепаратисты делают это чаще хотя раз разница кто чаще кто кто там вот глупость какая кому они виноваты если они оба нарушают перемирие да перед кем они тогда должны отчитываться не ну изначально и говорилось в общем что имеет смысл перемирие только при условии наличие третьей стороны таких ребят в голубых касках которые встанут между и тогда уже через них пулять будет сложнее но пока этого нет но кого можно обвинять том что люди стрелять мы будут продолжать если у них есть оружие и съесть ненависть друг друг конечно и будут стрелять министерство иностранных дел россии выступила против международного трибунала по делу боинга наговорил товарищ геннадий сейчас а че а че ему не нравится даже вот как как он отметил геннадий гатилов он сказал эта тема очень чувствительные серьезные поэтому она требует тщательной проработки и доведение до конца расследования ситуации с катастрофой был малазийского бой ближай какие нежные чувствительные но этого а у нас можно по пять лет расследование проводить досконально и они же удивились как так можно быстро они наверняка не могли так успеть да они все расследовали я так понимаю больше нечего расследования ну а он имеет ввиду что доклад будет осенью а здесь хотят международный трибунал причем хотят чтобы совет безопасности он определил это на самом деле странные совершенно позиции они больше всех кричали что необходимо такое вот открытое точное значит гласное там расследование и вот пожалуйста международный трибунал куда уж более открытое расследование когда все выдергиваются дают показать ручки мои там и так далее как в том анекдоте да ну более а сейчас они говорят про как про какой-то другой должно расследование закончится особенность международного трибунала что проводится судебное следствие все остальное не имеет значения то есть дают собранный материал и поехали заново там иванов что-то говорю ну-ка иди сюда иванов ну рассказывай что там был что ты видел тогда это уже гласно публично и тут никак не скроешь почему-то они этого боятся нет а чё почему потому что они избили не лет спаста не одну на чем вот так вы являемся к я как будто это самый непонятно почему очень должны были сказать это же как это помощь раферти сделай что угодно чтобы эта пленка не появилась а чё на этой пленке я не знаю но сделать что в городах вам не появилась дмитрий песков сообщил что владимир путин разъяснил президенту сша в телефонном разговоре что предположение о присутствии российских войск на украине это заблуждение хорошие формулировать песков вообще молодец а мне сразу вспоминается путин там в марте 4 кажется числа до который заявил что нет войск в крыму а потом в фильме про крым заявлял что вот он там отдавал команды и сидел там слушал тогда то есть иными словами он врал но сейчас там правду говорит тогда бы это набрал нищетова нищетова на так в калининграде состоялось открытие чемпионата по шахматам да вот фотографии открытия чемпионат по шахматам это просто обалдеть какие-то фашисты причем какие-то красноармейского форме гитлер какой-то вот и то есть гитлер был такой плохой ферзь там описывается в общем вся война художественной и стихотворной форме описывается при помощи шахмат но вернее по аналогии с шахматами до бредятину просто вообще уже все дошло до какого-то вот я не знаю ну да абсурда это даже это театр абсурда внутри абсурдного мира представляешь вот абсурдный мир а в нем еще есть театр абсурд как у шекспира помнишь король смотрит пьесу в которой разыгрывается но в которой король смотрит пьесу который король на кукольный смотрит пьесу да как его травят там в тобольске установили очередной сумасшедший памятник я так понимаю да это вообще жесть конечно вот установили такой памятник а люди нашли исходную фотографию оказался изображен солдат вермахта вот защитником отечества во все времена после того как это все выяснилось и произошел скандал поставили вот такой памятник но здесь какой-то вот бурят так скажем тут тут уж не ошибешься хотя тоже может оказаться что китайский летчик помнишь как на 1 блокадах в на 9 мая ну я я уверен что это люди противодействуют то есть они пытаются все довести до абсурда причем молодые люди потому что мы с тобой бы ну наверное не посмели бы так сделать да ну по определенным каким-то своим мотивам там так далее а молодые люди нет таких верить такая жаба да такая а давай засунем и будем прикалываться я думаю что таких гораздо больше чем их открывает это же не все да конечно я думаю что половину мило такой не видим но в смысле увидели и пошел дальше откуда вот мы знали про этого парня в каске председателем совет директоров оао газпром избран виктор зубков но естественно кто же еще к хуже еще могут избрать я не поставил дедушка видите зубков сколько мы там 70 лет уже там наверно из него песок уже выспался весь и все равно нужен вот я не понимаю человек ну на мой взгляд не отличающийся особым да даже никаким умом не отличающийся доживший до 70 лет у меня то есть еще став хуже как в том помнишь у островского в на каждом мудреца довольно просто ты поведай нам поведай миру как ты умудрился дожив до 60 лет но в данном случае до 70 сохранить в полной неприкосновенности ум шестилетнего ребенка ну путина других нет как мы видим да то есть вот у него вот эти которые всегда на всех выборах пока путин не стал не не стал а пока путина как кролика из мешка ельцин нам не вынул и не посадил вернее может там не ельцин березовский пугачев там кто еще ну целую очередь этих уродов да вот высадили нам здесь этого кролика а эти вот пока его не высадили они в результате выборов занимали всегда привет последнее место вы можете посмотреть результаты выборов которых уст участвовали грызловы зубковы и так далее всегда четко 8 там 10 кандидатов у этих кренделей всегда предпоследнее место как ну как том анекдоте про конкурс мудак на котором ты займешь второе место почему 2 на то уж ты да ну такая не всегда предпоследнее место даже не последние кремль передумал прекращать транзит газа через украину после 2019 я пошутил вообще забавно они ребята конечно то есть они начнут поя как тараканы уже мечется по кухне сгам момент включить командовали миллеру договариваться ну ты там съездил лёша своим за иди там с вами да там к своим задним дружкам и договорись с ними чтобы они нас там не очень прессовали так что имейте ввиду там к вашим ребятам нетрадиционных сексуальных ориентаций приедет лёша миллер и будет их склонять к тому чтобы они вот сожрите с газом все порешали как положено так что имейте виду кому нырнет то то есть так не давали что он и дружкам задним там успел нас насолить я вот думаю делаешь да но он у меня лишь не могут без западла до условно говоря какой-нибудь западло они им там прокинули парни увели или чё там у них то карается я не знаю чистый отток частного капитала из россии за первые пять месяцев 15 года составил 54 миллиарда долларов но если взять цифру за прошлый год то они соотносимы то есть ты видишь нисколько не упала денег ты еще оказывается вагон здесь везут везут мы говорили что будут везти до того момента когда начнет падать то есть не то что прекратят везде а они чего будет все везут то есть получается что бюджет работает от бюджет табра отпиливали 80 процентов частными 180 отпиливают ну потому что понимаешь что сидеть не придется по крайней мере не у путина придется сидеть да и все и ртом и и другим местам гладают из инвесторы есть иностранные те которые наворовать денег надо по-быстрому они сговариваются наверняка есть иностранные инвесторы полуофициальные банки и прочие фонды до которые пилят ну типа медов которого там посадили навсегда помнишь такие с ним завидуешь миллеру да нет незавидную роль у роль у пидораста в этом смысле не знаю сравнить не с чем а вот в этом которым про чубайс помнишь и рассказали вот да да расскажи это в эфир не рассказывал а на этот как его это не мое это вот паркоменко который суть событий ведет на их он рассказал как он встречал с чубайс мы тот спрашивал про книжку который про него написано и он спросил как продается паркоменко был издателем говорит хорошо продается ну люди интересуются вы сходите говорит в книжный магазин москва там она выложены там люди все время берут и с ними можно пообщаться он говорит вы что с ума сошли мне нельзя в магазин быть почему мне нельзя на улице говорить меня разорвут вот так он живет этот человек он на улице не выходит вы понимаете и также миллер не выходит на улицу но так может быть шарфом замотал сделает усы поклеил можете так на куда вот сечен может пройтись прогуляться по вечерней москве в москве как ты себе представляю не знаю наверное может если как себя заяц самую закамуфлирует под под женское платье ну да мвд задержала бывшего финансового директора банка trust ну тут продолжается вот эта тема со всякими директорами тема простая сначала отобрать банка все а потом полога не ложится на них ответственность конечно естественно стандартный такой номер ввп россии в мае упал почти на пять процентов я думал что упал и больше потому что а ведь мы его считаем в рублях я так ну не знаю здесь вроде как был в доллар считает но на самом деле я уверен что это не так что где-то они передергиваю наверняка считают рубля даже если в долларах то это вообще конечно много не знаю это они сравнивают с прошлым годом мне кажется динамика гораздо выше минфин предлагает поднять акцизы на ауколе и даже вот извини просто сравни нефть упала в два раза в том ввп нефть только с газом около 50 пар процентов но чуть-чуть поменьше там как они пишут но даже если просто ополовинить то уже получается больше 20 процентов значит это рост как где-то в другом месте я я сомневаюсь мы его не видим нигде вот минфин предлагает поднять акцизы на алкоголь и сигареты так ну алкоголь и сигарет это вечная такая тема спасения в случае краха финансового да вот сейчас они хотят что-то до 549 за литр к восемнадцатому году поднять на алкоголь крепостью более 9 процентов то есть такие совсем ребята очумели будут спасаться таким образом как они думают я думаю что у них ничего не получится и вот кабинет министров также допускает повышение пенсионного возраста для женщин сразу на 8 лет ну вот со всех мест уже да да они так и пытаются то есть 63 года и для мужчины для женщины все нормально все все строятся и будут работать в старости да и они думают что таким образом они смогут что-то там свои вот эти дыры золотать которые возникли из-за того что они все украли тупо вот из-за того что они все украли ватники будут работать слышать вот передать все ватникам что они будут работать до упора до 90 лет пока не упадут у станка потому что они так и скажут да упадем потому что показывали включил я телек и там показывали каких-то у которых брали интервью что будет они готовы еще ужаться и еще пояса подтянуть ну ради бога в россии появились монеты достоинством в 3 рубля да тут даже вот это к саммиту брикс и шосс который будет значит в уфе в июле в уфе будет такой сами ты будут значит вот эти монетки раздавать с 3 рублевый помнишь как в кв не в 90-е годы был про трех про трех рублевых депутатов помнишь там депутатиков выбирали по 3 рубля где такие маленькие где те по 5 рублей на это пародия на на карцева собственно удаст его вот про раков да вот такие дела так что кто же кто-то прикололся что 3 рубля трехгрошовые 3 рублевый 3 5 3 50 от несколько уже новый так сказать вариант прикола госдет наш любимым подготовил традиционный доклад о соблюдении прав человека в разных странах за 14 год много критики в наш адрес ну естественно так после монет да да я вижу тут просто два был доклада один подготовлен госдепом по поводу соблюдений прав человека во всем мире а другой тут же зеркальный подготовки китайцами по поводу несоблюдения прав человека в сша два таких варианта причем знать в чем проблема но у госдеп стандартный доклад то есть и стандартные нарушения ну кроме всего прочего украину там и так далее усиление борьбы с знакомыслием в россии вот старый вариант а вот китайцев новый вариант у них говорят что сша много стреляют хотя в китай режут там не стреляют приходит детский сад и зарезать а здесь вот наличие оружия у людей в китайском варианте это нарушение прав человека всех остальных такой вот свой подход ну понятно них такую конфуцианский да да и значит у полиции полиция сильно там негров лупит вот тоже нарушение прав человека они в этом усмотрели в китае то меньше на негров бьет вот шандерович высказалась по поводу возможно восстановление памятника дзержинскому он сказал что представьте что в германии возвращает памятник гиммлеру вот сравнить все таки памятник гиммлеру с дзержинском я бы не стал сравнивать особенно шандерович в общем то он же наверное понимает какая разница между дзержинским и гиммлером но по крайней мере с точки зрения национальности он же понимает что дзержинский это не гиммлер я имею ввиду его национальность шандеровича поэтому как-то странно от меня очень сильно удивило вообще вокруг этого дзержинского какие-то гонки я говорю очень страшно потому что он один из всех нквд по сути дела не еврей много из будущего ты посмотри там же все я чуть никого вот ежов он кто по моему ну как тяжелым непонятно все остальное по моему все понятно ну и вплоть до грузинских может быть из-за этого они вот так не любят потому что понятно что евреи пострадали при нквд очень сильно именно от нквд да нет зерни не одерживая женского это но вон вроде как все это придумал эту цепочку но почему то вот они против этих кто там был были у них года там не было задающий да вот самый главный там я думаю что там расстреляли их и как-то перенес синон дзержинского потому что и буду нельзя вроде трогать так протеерей чаплин назвал аборты проклятием россии да тут он рассказал что вот советская россия ввела аборты в двадцатые годы и вот теперь тут все прям плохо хотя надо напомнить ему что советская россия запрещал пристали не аборта результат мы знаем результат очень плачевный гораздо худше то есть даже с точки зрения статистики вот я не понимаю меня спросили люди православные это что может сделать православная церковь я буду элементарно при каждом абортаре хотя бы держать папа психолога уже он стольких отговорит а если еще тем кто отказался от аборта через вот это у папа будут помощь финансовую оказывать да это вообще таких миллионы будет но церковь не хочет никому помощи оказывать вот парадокс православной церкви она хочет как пылесос собирать бабки не хочет ни с кем делиться почему потому что она делится в божьим словом зачем же еще бабки делиться лишь не помнишь как тот еврейский анекдот когда где-то а почему же у господь это не створил чудо да то есть а почему господь просто не дал ему денег а сотворил чудо когда равенга отвечать без зачем господу рисковать своими деньгами когда он может творить чудеса да вот одна из причин наводнение в сочи вот называют плохую работу ливеньки ливневые канализации ну что же делали рутенберге там эту ливневую как ливневую канализацию интересные ребята они все умеют учились на заочно в этом физкультурном институте но умеет все массы и через керченский пролив какие-то там эти ливневые канализации чё хочешь могут делать молодцы браво вот пишут черп от наводнений до 300 миллионов рублей может сосать я думаю нарисует гораздо больше чем 300 миллионов сюжет а вот пешков говорит что ликвидации последствий наводнения в сочи завершится вечером да ну нет он не сказал каким сказано вечером значит вечером 6 часов вечера после войны до этого после завершения ликвидации последствий а вот очевидцы заявляет что как раз ликвидации последствий идет медленно и бессистемно ну до вечера успеют так что это 2 медленно до медленно успеют воронеж заливает сильным дождем с грозой и градом и воронеж и челябинск и сейчас вот еще сообщают что на столицу идет циклон 7 смертных каких-то казней или как они ну да вот священник говорит о наводнениях в россии из санкт-петербурга что не надо вот за всеми этими пожарами там наводнениями и так далее видеть какой-то перст божий от природы просто так развлекается и все а так все очень хорошо по сути они правы не нельзя в этом видеть перст божий и высовет суеверие то есть так компания саратов гэсстрой строящую новую набережную саратове признали банкротом да представляю прелесть они взяли 117 до то что взялись они взяли 117 миллионов авансы и все и о по ручке вот они бы банкроты а то что до этого построили все развалилась сейчас в саратове еще и воды нет кругом отключили воду от пишет 2 городская больница осталась без воды вообще я недавно проезжал мимо 2 городской больницы обратил внимание вообще на чудовищную вещь всегда был вход сбоку отсюда вот с провинской и там для травмпункта было ну два здания пройти не знаю сколько метров 100 наверно то есть люди со сломанными ногами к корячились подъехать к травмпункту нельзя то есть можно было проползти сейчас эту дверь закрыли и открыли только с 53 стрелковой дивизии а там наверно теперь до травмпункта ну метров четыреста наверно то есть и причем здесь можно было подъехать на машине то вдоль забора а там все там везде все перекрыто там выходе из машины все пошел на травмпункт в этом травмпункте товарищу мой умер потому что ему за сандалили сюда нож вот щитовидную железу он пришел и два часа ждал пока ему окажут помощи задохнулся кровью так что замечательные там ребята в москве вот предотвратили сходку воров в законе да ты представляешь вот странная ситуация я прочитал про то что предотвратили сходку и вдруг вспомнил что что-то я даже недавно читал про сходку оказывается что пару дней назад прошла сходка воров законе в чечне значит это в гудермесском районе чечни около села джалка там есть авторитет местный как по кличке азиз который отбывал наказание в киргизии там были представлены документы что он смертельно болен его отпустили потом суд верховный этап обжаловали верховный суд он отменил но он уже свалил сюда в чечню отправили запрос чтобы его сюда нас туда вернули но тут заявили что он осужден на три года так как у него обнаружили огнестрельное оружие он не может уехать в киргизию отбывать потому что отбывает чечне вот он таким образом чечне отбывает собирать сходки но ты обрати внимание в москве сходку разогнали у одного там из воров в законе от отобрали три грамма героина ну как обычно да то есть носовали похоже а здесь все нормально все прошло под крылом у определенного чеченского товарища все прошло ровно и какие-то вопросы решали в общем понятно можно можно спрогнозировать двух боевиков уничтожили в грозном да но опять видишь какие-то боевики у которых изъяли бомбу они там вот что-то пытались какой-то теракт уже там там расходят они расстреливают к ухо ну да а потом говорят что это вот какие-то даже уже не готовится просто пишут ну вот очередной раз там иди того-то убей подстрелил он всех они чет не заплатили да ну конечно там в разборке именно такого таким образом происходит и боевики северного кавказа присягнули на верность исламского государству при этом как а какие боевики ну которые там находятся в кабардин балкарии ингушетии в дагестане в чечне и в общем то заявляют они что их всего всего 15 тысяч я думаю что их гораздо больше они просто не знают сколько их они просто об этом не знают вот кадыров заявил об отсутствии шансов уйгил в чечне интерфакс это сообщил и повесил вот такую фотографию вот такая фотография и пишет интерфакс что у чеченских боевиков и игилл нет никаких шансов да вы посмотрите ли это и есть игилл это и есть игилл какие шансы о чем вообще речь но может он имел ввиду нет шансов не победить конечно не массовый расстрел произошел на пляже у пятизвездочного отеля в городе сус в тунисе да тут причем россиянин петр червонец хорошей фамилии цыган что ли вот он его нет а может а червонец да может быть ну краснов по нашему ну да червонец а я есть червонец то точно цыган потому что когда паспорта выдавали они все у этого у рома один двое было по оба по национальности бессарабы в паспорте один брателло луевич был а другой червонец николаевич я на всю жизнь это запомнил так вот вот этот достаточно смелый человек я так понимаю он был вблизи когда происходил расстрел он сообщает что прибыли на пляж на резиновые лодки какие два 15 летних подростка и там всех перестреляли из ливии причем да ну вот не знает что из ливии потом чем-то выяснилось да в тунис то есть там а ты там наш наш всегда полно там да и тут пишут под это я то что говорит посол сергей филиппов пресс-атташе вернее посольство россии в тунис сергей филиппов это уж не первый раз помнишь тогда тоже там расстрел был то же самое и вот он гвать я цитирую чтобы не придрались по данным ту тура операторов в отелях города суса расположенных поблизости от места совершения теракта отдыхают от 20 до 30 граждан россии ты можете представить этот посольству чем они там занимать мне кто-то может объяснить от 20 до 30 граждан это как сколько вешать в грамму до сколько вешать гражданах ну ты ну там во всем этом тунисе хорошо есть тысяч человек из россии отдыхают что они должны пофамильно знать и по годам рождения почему они не знают то я вот этого не понимаю чем они там еще занимаются чем можно еще заниматься в тунисе тогда шпионить нельзя потому что не за кем там шпионить жизнь какая-то вообще просто число жертв теракта в шиитской мечети они ну тут вот еще про в этом так и непонятно там есть русский или нет то есть сказано что 30 человек убита 20 ранено и что минздрав туниса заявил стоит граждане великобритании германии бельгии есть русский или нет так никто и не сказал да там в шиитской мечети это что дата взорвали в кувете 22 24 человека взорвали ну мы видим что сейчас месяца рамадан и исламисты лишь двинулись начали взрывать стрелять вот тунис теперь шиитская мечеть во франции напали на завод одного человека обезглавили голову там на забор повесили пытались взорвать кислород но какой-то пожарный там обезвредил этого кренделя значит которая арабскими буквами там на мертвом теле чет написал и вот задержан еще какой-то подельник его с женой в общем там разборки ведутся сомали исламисты террористической группировки аш-шабаб атаковали базу контингента африканского союза но мы видим да что игил тоже вчера по всем фронтам начал наступление но это будет продолжаться нами в течение всего месяца рамадан по крайней мере по всем фронтам в том числе и в африке и и в европе это согласованное действие это было легко в общем-то предсказать из исходя из логики исламистов да то есть месяца рамадан над врагами значит будут продолжать все эти вещи вот подорвали здание управления безопасности в сирии тоже там непонятно кто кто подорвал ну и естественно что это исламисты я так понимаю что какие-то смертники со взрывчаткой на грузовике там в общем все как положено а вот в кабани по разным данным убит по меньшей мере 146 мирных жителей то есть кабани захватили теперь их контрат ковали они отошли потом они снова атакуют очень непонятно сейчас за кабани в общем это идет бой я так понимаю даже в настоящий момент пока мы здесь говорим то есть они вчера я расстреляли там больше 20 мирных жителей в основном детей женщин сейчас вот уже цифра на сегодняшний день 146 и дэвид кэмерон созывает экстренное заседание по чрезвычайным ситуациям после терактов во франции тунисе вообще у нас никто не собирает поселения не а тут никого не волнует вообще в пофигу они там за морем сидят и уже собирают совещание ну да ну британцев от касается в первую голову они всегда когда что происходит за морями они на это более более чутко чем все остальные реагируют потому что но нужно помнить это исторически британская империя она была разбросана во всем смотрят а вот британия за терроризировали банды румын я посмотрел этот сюжет я просто чуть не обалдет ну да на ходу то перелазивают с капота открывают то есть как как эти терминаторы какие-то роботы да на ходу все сюжет для его фильма да и причем там много их я понимаю что там круиз-контроль до стоит но я не как бы на это рассчитан наш понимаешь он уже гашетка может придавить любой момент чуть-чуть и они все в лепешку вот все да там просто там же он же немедленно едет вот мне пишет какой-то я прям хочу какой-то алик какой-то алик джиминай мальцев ты давно пиздюлей получал алик джиминай конкретно про тебя могу сказать я хочу говорить я хочу очень хочу на это же ну гиво это таруоль это тару дивану такой когда такой да дрочер такой мелкий слышу от алик джиминай я сейчас попрошу людей чтобы тебя установили сто процентов именно тебя именно тебя установили и насчет пиздюлей ты получишь ответ прямо от наших людей я твой адрес телефон все установочные данные вот так скажу у нас каждом городе бойцовский клуб очень серьезный я думаю что тебе лучше будет убежать из своего родного города понял вот специально я установлю кто ты и откуда по твоему компьютеру ватикан подписал первое согласие с палестинской автономии соглашение да ну ватикан признал уже давно в общем-то ватик палестину и соглашение конечно она связана с защитой католиков на территории палестинского государства в общем ватикан действует достаточно с упреждением если так можно сказать в настоящий момент вот видишь по франциск допустил разводы опять и такая свежая информация католики никогда не разводились если ты помнишь даже приколки в 70-е годы был где-то там на таймс телевизион забыл я такая программа там папа по поводу католиков и протестант что там у католиков очень много детей он там своих детей потому что они не пользуются презервативами у них нет разводов там еще что-то у них нет поэтому своих детей они в поликлинику для опытов там отправляют они строим идут туда там вокруг этого шуточки были как раз ну что можно сказать мы говорили о том что католическая церковь будет при папе франциске реформироваться совершенно сейчас четко это видно кроме всего прочего сейчас вот католики провели с буддистами определенные переговоры и я думаю что в ближайшее время нужно ждать какие-то акции стороны китая акции неудовольствия потому что католики буддистам протянули руку помощи в отличие от православных и российского государства которые используют буддистов да но далай-ламу даже на порог не пускают если бы его кирсан и люмджинов не привез бы в свое время один раз и то там с нарушением всех возможных законодательств он никогда в жизни в россию не заехал в этом году впервые за восемь лет болгарской православной олег джимина я не угрожал просто спросил ну ладно хорошо вопрос снимается я воспринял как угроза имеется ввиду я человек очень мстительный поэтому если я воспринимаю что-то как угрозу я начинаю действовать превентивно всегда я никогда не жду когда меня грек я бью первым поэтому не провоцируйте меня христа ради вы даже не не представляете с чем вы можете столкнуться не надо провоцировать умоляю но данные мы все равно установим нет нет а как я не не шучу ну вот он сейчас написал ломанулся да я не знаю что он там планировал делать да а теперь понял что лишь книжку сказал и сказал ты мы сразу поверил да нифига да нифига он те угрожал чего нет что и все вот это все да вот это вот так ладно то есть можно просто извиниться да иногда да иногда можно просто извиниться ну зашибись ну ладно успокой спасибо от того да так чё у нас дальше православная церковь отказалась судить гей-парад в софии видишь это предсказуемо конечно мне не мне судить православных иерархов болгарской церкви ну наверное не зря это отказались сделать потому что надо помнить про содом и гаморру всегда не надо никого там я имею ввиду там прижимать не к никому что-то там запрещать давить гнобить но православная церковь должна выражать по крайней мере свое неудовольствие и объяснять верующим что как бы это это не наш метод до шурик это не наш метод китай опубликовал ответный да а ну это с ну да 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 и вот к той новости от нас вот верховный суд сша легализовал однополые браки ну мы ожидали что это будет и вот самое интересное интересное что в сша началось строительство нового ковчега одновременно представляешь однополые браки разрешили еще и бросились в ковчег строить на хорошее совпадение в кентукки будет сооружена 155 метровая у ковчег 155 метровый ковчег будет сооружен как в общем-то описан в библии со всеми там прибамбасами хорошо интересная я с удовольствием залез посмотрел этот город переименовали в испании назывался он неприлично в тубе евреев назывался города теперь вот тем такая переименование всех таких страшных мест хотя с точки зрения вот воспоминания так сказать исторической памяти но это нормально а то получается какой-то помнишь уже мы это видели в южном парке когда они флаг меняли где там темнокожего вешают до вешают версию темнокожего то тут та же самая ситуация вот власти морок планируют восстановить древний еврейский квартал марракеша там тоже это все было уничтожено но с точки зрения туризма или с какой-то другой вот нужно синдром горца вот пишут какая-то туалет болезнь что да вот этот мужчина на самом деле ему 26 лет корееца как десятилетний мальчик и все у него как у десятилетнего мальчика вот такая странная вещь люди врачи очень сильно удивляются особенно удивляются когда он в ночных клубах там бухает и и с паспортом ходят позже уже паспортом замечательно все да это удивительная история как его бенджамина там помнишь в обратную сторону то он рос более 25 тысяч ядовитых тарантулов развелись в австралийском местечке маннингрида фотографии у нас нет фотографии там огромные такие с руку развелись тарантулы лазит кругом народ боится представляешь когда у арахнофобия у человека нам вообще свихнешься они везде у нас я помню в саратове в семьдесят третьем году мыши развелись безумное количество мышей причем стать геморрагической лихорадки не был тогда так вот одежду какую-то одеваешь они из карманов прыгивают у меня дед ловил их бочкой там бочка металлическая в ней дырка сверху и зерно с водичкой и вот они набивались пока не начинали выпрыгивать назад тогда их туда заливали топили выкидывали и снова представляешь ловили безумное количество божьей коровки помнишь до божьей коровки в каком 76 дали каком 7 их даже пару лет было но один был прям вообще все усеяло дал было ощущение что боже рассказывали что божьей коровки сбрасываются с самолета помнишь потому что там летали чуть пытались опылять или че уж делали на 2 и вот они прям кучами как из мешка я помню футбол играми на стадионе динамо не как из мешка да бывает такое в жизни вот видишь это ядовитые тарантовы лучше уж божьей коровки чем ядовитые тарантовы на аукционе в нюрнберге была продана за 130 тысяч евро картина бюро записи актов гражданского состояния в мюнхене который написал адольф гитлер в четырнадцатом году в общем-то вокруг этого до час столько криков что вот картина гитлера породали а чё с ней интересно было делать спрятать уничтожить вообще наследие гитлера необходимо изучать почему потому что мало таких людей был таких с таким уродливым характером чтобы понимать как как с этим бороться это надо изучать это все равно чтобы где-то случилось какая-то болезнь страшная надо все закопать спрятать и ни о чем не знать да да нет нужно понять почему вот у меня версия всегда была что гитлер свихнулся после того как двойную смесь на нем применили все знают что получил отравление при этом но мало кто знает что тогда не применялся чистый прит а были двойные смеси это тот кто изучал историю химического оружия это знать то есть гитлер получил не чистый прит а с чем-то еще и вот этот счет и еще подвинул у него мозг я думаю что это что-то еще цианит который вот у нас тут производят поэтому это же интересно изучать и нужно нужно понимание почему почему все это произошло картины они наиболее его представляют но почему-то закрытая такая тему все спрятать нельзя неизвестный ранее картина клода моне найдено великобритании ага ну естественно вы поверили ну да там был дамочка купил две картины а сзади еще одна приклеена оказалась и почему-то как раз именно моне вот почему то вот вот как раз популярные да не пупкина никому пупкина да и на на васькина поменяли да вот именно моне как-то ему повезло вот в этой самой да ладно ну ты знаешь вот когда я прочитал про картину гитлера и про моне вот меня абсолютно не интересует чем в голове маны происходил я понимаю что там кильдим еще может похлеще чем у гитлера но маны не уничтожил столько народов и поэтому конечно вот связь такая то есть картин маневу может быть сколько угодно настоящих большие уж тогда картин гитлера надо изучать настоящие неподдельные потому что это настоящие его мысли настоящее видение мира миланский собор получил повреждения от столкновения с беспилотником да сейчас вот не знаю что там с ними делать это уже вчера было да с теми которые сейчас будет очень много это много будет причем сейчас будут придумывать какие-то сверх энергии что-то такое что вообще в рамки никаких кодексов то не укладывается да там он что-то здесь повернул а там чет сломалась и упала и причинно-следственную связь трудно так сказать установить потому что может он и сам не знает причинно-следственной связи например тесла да когда вот многие считают ну такая гипотеза есть что он там свой генератор включил а там штука фиганула такая которую потом назвали тунгусский метеорит что этот взрыв от результат теслы так это или не так я не знаю мы представим что это так и представим что это взорвалось не на реке под каменной тунгуска да а в париже до шарах вот там все снесло какие претензии к ты не ну понятно что можно было высказать как слышно ты не прав так нельзя да ну вот сейчас мир подходит к тому что одиночки придумывают совершенно невероятные вещи совершенно невероятные как это будет дальше развивать не пущать их невозможно то есть сказать что вот теперь все должны построиться там и такого не должно быть как там эрик ферми да по под трибуны стадиона реактор делать не маги он же делал не потому что он знал что он опасен потому что он думал что он не опасен поэтому и делал под трибуны стадиона сейчас люди что-то изобретают они думают что может быть они там изобретают велосипед а изобретут они совсем другое поэтому конечно вот сам мониторинг анализ необходимо организовывать через поощрение чтобы понимать чем люди занимаются их надо каким-то образом поощрять финансово начнут те которые изобретают потому что они если в свободном полете они могут я говорю изобрести что-то опять тунгусский метеорит в турции юбилей праздную турецким сухопутным войскам исполняется 2224 года чай за цифра такая ну почему про модель недавно говорили он у них нет мета хан у турков они же себя считают потомками хуру да вот он как раз 2024 года назад сухопутные войска создал ну вот вот так пусть у нас другое видение истории хорошая цифра хорошая цифра до можем поздравить их с 2224 летием да ну а ария итальянская армия может там праздновать я не знаю там трехтысячный год так уж наверно начинать на китайцы вообще сидят с индусами и молчат да они просто молчат согласен да так что у нас вопрос я киевлянин искренне верю что кошмар кончится и мы не растеряем кровные узлы боюсь что разбор на года десятки лет а вы думаете что на эту тему ярослав я тоже также думаю что да вот сейчас мы возьмем даже власть в любом случае если раньше мы говорили о том что ну вот там можно создать какую-то конфедерацию со столицей в киеве и так далее то сейчас наверно этот вопрос рано поднимать вопрос может через лет 30 возникнет а может и не возникнет потому что мы много поняли как вот в южном парке говорят то есть мы поняли за этот год чуть больше что украинцев очень четкая самоидентификация что мы вот особенно здесь в россии очень иллюзорно представляли себе украинский народ и очень неправильно то есть нам казалось что мы вот все знаем за всех и мне в том числе это казалось сейчас я понимаю что нет я заблуждался я вижу украинский народ течение года показал что он в общем-то абсолютно самостоятельно что это не младший никакой брат и и все нормально что это скорее старший брат да что у него в голове гораздо больше чем у русского народ вот такое открытие для многих ну что ж ну мы для того наверное многие же говорят умные люди что мы для того наши души сюда и являются чтоб получить опыт для меня может быть это страшный опыт но он бесценный но будем в любом случае вот отвечаю ярослав в любом случае будем двигаться навстречу дайте убрать помогите убрать поганую власть и все и и обе руки протянем и его к вам и так скажем все вот эти проблемы которые сейчас есть их не будет мы их устраним я понимаю что как в том анекдоте осадочек останется ну что делать значит будем с этим жить матч путин каким-нибудь способом пытается заставить вас молчать не знаю не знаю может быть там какие-то колдуны в шапках ходят чего-нибудь там так я так понимаю что другого способа нет колдуны только шапках мог муж его тоже не заставляем пока молчать у нас все имеет право говорить головные ноги не протянуть да я когда говорил про руки я тоже подумал про ноги вот как с параллельно мы мыслим так ислам как вы относитесь к легализации марихуана ответьте пожалуйста да вы знаете я не считаю что это какая-то очень серьезная такая проблема и марихуана для россии вообще не типичная будет она легально не будет она легально как вот ты думаешь если гильзовать марихуан много людей и будет курить я уверен что нет сколько курили стоп шок да сколько курили только они курили нелегально это будет легально курить да и пусть курит хвост топ а героином так вообще наоборот всего легализовать меньше конечно героин если легализовать и будет тому какая-то ши реально в каждом городе то все сразу же отпадают все те как кто туда попадать для того чтобы с них деньги тянуть все они уже не нужны то есть наркоману главное залипать они там в товарищах у него нет нужды никакой дал пошел уши гул ему хорошо ну да на распространять пока требует денег да сколько наркотики не стоит ничего в производстве ну конечно там потому что в наркотиках самое главное это пирамида вот этот маркетинговый вот это вот основное млм структуры да да многоуровневый маркетинг вот вспомнил как это называется вячеслав расскажите подробно про ту ситуацию когда вы подстрелили кавказцы душ миллион раз рассказывать и кавказцы я ни одного подстрелил так что я не знаю что вы имеете ввиду да наверное у макдональдса да но пришел какой-то пьяный счет начал там высказывать непонятно ругаться матом там жена моя была и сын мой был я решил что ну и там вижу толпа народу такие же каренделей и его отвел у меня стукнул я понял что надо это пресечь на месте чтобы не произошло никакой беды попу ему выстрелил бы и все стреляю я хорошо поэтому обратите внимание в общем повредил не сильно мог бы гораздо сильнее повредить а руками не я стрелю стрелил в попу то есть таким образом чтобы не попасть не по внутренней части бедра чтоб сосуды крупные не поранить так вскользь так что были и другие подстрелены и кавказцы пену кавказ мальчик спелившись на заду мне не принципиально хотя хотя если быть точным то впервые в драке в такой в драку я попал как те рассказывал 15 лет ну правда вниз не подстрелила пришлось защищать своего отца и сделал я это при помощи вилки и вот после этого мой родитель который царь бистов был очень сильным человеком он когда отвел меня он сказал знаешь что вячик у меня так называл можно тебя попросить никогда больше за меня не заступаться пока я сам у тебя этого не попрашиваю я дал ему слово что больше никогда в жизни я не буду так делать в общем держал его так что я думаю у каждого были в жизни какие-то моменты такие о которых он вспоминает с двойственным чувством вот кстати а подстрелил подстрелушках этого кавказу кавказ у меня одно только чувство я абсолютно чувствую себя право считаю что все получилось очень хорошо я считаю что слава богу что я не нанес ему никаких особых повреждений да потому что рука бы дрогнул попал в артерию все привет семье человек на том свете я этого не хотел делать и не сделал в общем то очень доволен ну и там не произошло какой-то массовой драки и не пострадала моя семья так что у меня все устраивает почему затишье про савченко меня тоже очень интересует дело в чем дело в том что мы говорили с эдиком они не знают что делать вот они продлили до осени я уверен вот сейчас спросите адвокатов они скажут что и даже не дергать не вызывать хочу там вызывать но допросили они сколько сто девять тысяч свидетелей да или сколько там сто девяносто я уж не помню как на нюрнбергском процессе ну допросили ну а дальше что-то над делать еще но сейчас вот какие-то экспертизы они сделали все уже все экспертизы закончились дальше что делать экспертизы закончили 109 тысяч и 190 допросили у савченко чуть-чуть хотели спросили чё она хотела ответил что не хотел не ответил дальше что делать вот сейчас они сидят и грепу ломают думать чушь чушь дело сажать они и точно не хотят потому что ну а как и в суд ее тащить вот предметы не с чем да не с чем абсолютно то есть по существу рассматривать невозможно там ничего нет а команда там никакой нет отпускать или там не отпускать и так далее они живет что и дело политическое поэтому каждый сидит часы и репчешь а кто-то еще и хотят свой кресло усидеть смотрю вас германии есть проблема с просмотром арт подготовки в германии упа куда убежала а нужно установить расширение бров всех и ставить страну и с иван харьков слава украинцам и русским согласен иван молодец вопрос какие события могут подтолкнуть вас действовать раньше семнадцатого года только если сдохнет путин что будете делать и в ближайшие два года президентом станет володин или плевать кто главный с володином сложнее сражаться он во первых не накосячил столько сколько путин его никто не знает абсолютно конечно очень сложный вопрос мы каждый день об этом думаю вот-вот задали тот самый вопрос когда мы каждый был вот завтра путин там самолете крыло отвалился все ну володин в такой ситуации не сможет стать здесь мы тогда успеем перехватить а вот если володин стал премьер-министром тогда уже все тогда привет семье тут нужны какие-то другие меры но будем продумывать вроде бы так скажем время работает на нас сейчас мы видим это очень активно это время работает на вас мы видим как власть имущие ненавидимы народом независимо путин там не путин вообще вся эта кодла поэтому возьму возможно как бы удастся вот этот вопрос плавно обойти хотя мы конечно будем готовить запасной вариант вопрос пригласите навального через представителей в саратове да можем пригласить не проблема мы хотим действовать пишет действуйте и вообще не проблема прямое действие она никогда не отменяется никакое 5 ноября семнадцатого года нет не отменяет прямое действие как у французов аксион директ да прямое действие ради бога действуйте и мы говорим что вот те структуры которые создаются сейчас 5 ноября семнадцатого года они должны не должны взаимодействовать между собой они должны быть автономными для того чтобы они были неуязвимы если такая автономная единица вдруг действует ну что ж бог в помощь как говорится адвокат говорит что дел хотят перевести в ростовскую область это естественно потому что мы говорили о том что созданы два специальные на суда московской области его ростовской области которые по кавказу в ростовской области так вот у нас конституция запрещает прямо чрезвычайные суды создана фактически два чрезвычайных суда те которые запрещены конституцией вот представь себе парадоксальная ситуация савченко в нарушение всех законов и конституции приперли сюда в россию и будут судить судом который впрямую запрещен конституция что происходит вообще вот даже безотносительно вот просто к любому ватнику вопрос это как может быть почему все делается вот так как как стране через жопе я тоже не пиндос хотят нас захватить наш пиндос хотят захватить я я вот хочу задать вопрос всем ватникам почему путин делает все в нарушении собственных законов все в нарушении конституции он мог бы делать то же самое ничего не нарушая вот я как юрист утверждаю что можно делать то же самое ничего не нарушая но он делает специально с нарушением зачем такое ощущение что вот так и ждет был была в нормальной думы я понимаю что они нормально все он бы получил импичмент уже давно бы он уже наработал на 100 импичментов зачем он это делать это же копится все так все как вы относитесь к воинской обязанности нормально отношусь к воинской обязанности я считаю что мы говорили про армию я считаю что в армии нормальный человек должен служить всю жизнь да ну как в швейцарии в израиле то есть некоторое время пройти курс молодого оба бойца сформировал вновь сформированные подразделения остается навсегда ну как вот там в израиле да то есть призываются на какие-то сборы вечный там раз в год или раз два года и все остальные его братки с кем там проходил этот курс служил призываются они приезжают туда со своим собственным оружием который нет дома он пулеметчик ну пусть у него пулемет дома стоит и три банки с патронами там стоят и все как положено все то есть чтобы ну во первых вот это войсковая дружба вот эта связь была вечна во вторых чтобы человек не терял форму обязательно мне кажется необходима так то армия которой существует сейчас конечно она ужасно то есть это и и и призыв не призыв да и контракт не контракт ну жесть какая должна быть регулярная армия небольшая безусловно стоящая из специалистов там офицеров и так далее и большая армия в виде резервистов тоже постоянно обучаемая постоянно получаем получающие новые знания ну даже если она не пригодится для войны это то что объединяет людей это то что дает возможность поддерживать их в хорошей физической форме быть нормально правильно так что хорошо для швейцарии не подходит для россии масштабы другие а какие масштабы для резервистов в чем масштаб вот он пошел до ближайшего военкомата нашел ему там в субботу определили где-то вот над пойти там пострелять выкатили в эту кухню полевую с кашей каш поели постреляли там побегали все прекрасно отдохнули прекрасно время провели научились друг друга увидели все мне кажется это отличный стрелковый клуб отличное времяпрепровождение с пользой то что сейчас пытаются сделать в польше вот там сто одну тысячу уже понабрали людей которые этого хотят и здесь тоже нужно действовать по принципу что эти резервисты и те кто высказали желание свое участвовать но не хочет он зачем нам в армию тащить ну и может он пацифистом какие-то не другие взгляды на жизнь буддист он может быть но не надо его тащить он там не нужен так вячеслав пополцами смешных новостей читали twitter мне не читал я сегодня вообще twitter не читал не не дошел до него спасибо спасибо до свидания спасибо